Приветствую вас всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Анжелика. Хочу вам показать очередную свою работу. Это не вышивальное видео, которое я выполнила после эпопеи шаров в технике Артишок. Я очень как-то, почему-то захотелось, видать, потому что снега нет на улице, захотелось выполнить снеговика. Я купила большой размер шара пенопласта, по-моему, 14, и 9. И вот обвязала два шара и выполнила вот такого вот снеговика, который обвязан белой ниткой. Выполнила вот такую шапочку с помпончиком. Помпон я делала первый раз, но я думаю, для первого раза неплохо. на шарфике два вот таких замечательных балабоси. Вот. Нос у меня выполнен из фетра. Внутри такая жесткая для бижутерии, я не знаю, как правильно называется, когда завершаются бусины и крепится карабинчик вот такой острый. Я не знаю, как правильно он называется. Глазки, это пуговички у меня, варюшки. Одну ручку я статично прикрепила, вот, а другая рука так охраняет сумку. Сумочку я выполнила из фетра, вот, купила такие снежинки. И, естественно, когда он шагает или там, я не знаю, лунной походкой по снегу перемещается, вот слышны бубенчики вот такой сумки. Хочется, чтобы в наступающем Новом Году приносил Новый Год большое количество денег. Вот. Поэтому я планирую положить сюда побольше денюжек, если они, конечно, будут под Новый Год. Вот. Вот такие лапки. Пенопласт у меня вот выполнен. Здесь у меня было разрезано, я добавила донышко. Я планировала сделать полукруг, чтобы, когда ложишь на какую-то поверхность, чтобы не пачкалось. Я еще не нашла, может быть, это будет кусочек пластика или... Не нашла пока у меня ничего. Из материала нет такого подходящего. Поэтому пока это так. Ну, это минутное, секундное дело, которое можно это все пришить. Вот такой у меня получился снеговичок. Выполнялся он очень легко. Я купила шары, вечером прибежала. Думаю, дай-ка я попробую, каким же узором его делать. Потому что обычно выполняют все из носочков. Кто вяжет, обычно это лицевая гладь. Мне почему-то захотелось, чтобы это была такая вот рыхлая поверхность. Ну, якобы, как будто снег. Вот. Это рисинка или путанка, как все называют. Конечно, в голове можно было... Так нарисовался, что можно было бы из ткани выполнить, который такой блестящий, искусственный. Но я почему-то не хотела заморачиваться, там, бежать за тканями, искать это. Хотелось все то, что есть дома, вот взять эти материалы и сделать. Красная нитка у меня была. Она такая прямо ярко-ярко-алая. Может быть, здесь свет не очень передает. Вот. Пуговки одну единственную купила и на глаза. Вот. Улыбочку я выполнила накладным швом. Накладная нить. Ну, вот такая вот сумочка. Очень забавный. И причем вечером начала вязать для туловища. И даже не могла все оставить и убежать, и ложиться спать. Потому что все хотелось закончить и все-таки как бы завершить. Здесь у него связано. Это целиком был обвязан полностью такой, как комбинезон. И шары у меня внутри разрезаны. Вот как здесь. Для того, чтобы была поверхность. И приклеены друг между дружкой два шарика. Одета вот этот комбинезон в виде носка. И завязано, обвязано здесь, затянуто, чтобы потом можно было силуэту придавать все вот эти вот части. Вот такой вот замечательный снеговичок. Мы его назвали в семье. Он такой милый. И вот смотришь, прямо вот приятно. И выполнялся он очень легко. Но прямо вот в одно мгновение. Очень мне понравилось его выполнять. Была у меня задумка сделать, чтобы это была такая композиция, которую можно, допустим, поставить снеговика. И, возможно, это будет под елкой. И хотелось мне сделать такой, как ограждение, заборчик такой, весь в снегу. Ну, я еще не придумала. Не знаю, смогу ли я это сделать. Найду ли я материал. Не знаю. Но вот в голове у меня вот такая композиция, что вот стоит снеговичок возле заснеженного такого заборчика. Вот. И как бы спешит. Или там во дворе, да. То есть спешит нам принести подарочки в своей сумке. И вот покупала я вот такие вот снежинки. Я планировала, думала, может быть, где-нибудь там на шапочке пришить. Ну, когда в магазине покупаешь, у тебя как-то мысли зарождаются. И я все думала, может быть, ну, вот они пригодились на сумочке. На шапке это было бы не очень-то красиво. Остались у меня эти детальки. Вот. И, естественно, остался еще пенопластовый шар. Я сразу покажу. Потому что, может быть, даже и не буду выполнять больше. Хотя дочке моей очень понравилось. И она сказала, мама, выполни, сделай какой-нибудь очень ярко-красный. Или там, я не знаю, яркий-яркий, чтобы был. Я, конечно, подумаю. Потому что это надо в очередной раз идти, покупать там что-то, закупать. Я, конечно, если бы знала, что мне понадобится столько пенопластовых шаров, я бы, естественно, где-нибудь на сайте закупила, чтобы он выходил бы подешевле. Потому что себестоимость шарика выходит прилично. Вот такой вот получился шарик. Сам покрашен, пенопластовый шарик, покрашен акриловой розовой краской. Вот. И при помощи гвоздика и бусины вот так прикреплены вот эти пайетки. Вообще тут, я не знаю, минут 10-20 делала этот шарик. Там 3-5 минут сок сам шарик после акриловой краски. Они у меня остались после того, как я рисовала картину по номерам, раскраску по номерам. Вот. И пригодились. Они у меня еще там не высохли, поэтому как бы нанесла, но там пару секунд высохло и наколола быстренько. Получился такой замечательный, блестящий шарик. Вот и пока все, что у меня есть на данный момент. У меня сейчас в проектах очень много начато. Я, естественно, люблю показывать конечный результат, чтобы это было интересно смотреть, либо от начала до конца скомпоновать. Если получится, обязательно покажу, что у меня еще будет. Если будут такие шарики, естественно, тоже похвастаюсь. Но пока вот так. Они, конечно, такого размера. Хочется, может быть, какие-то помельче бусины сделать, может быть, что-нибудь придумаю. Посмотрю, если будет вдохновение, потому что все одинаковое, не очень-то хочется делать. Вот пока так. Вот такой у нас милашка, снеговичок. На этом я прощаюсь с вами. Всем хорошего настроения, вдохновения, новогоднего. Хочется снега, немножко мороза. Вот. И всем всего доброго, всего хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok